Привет гостям подписчикам моего канала, на связи Игорь Северов. Ну что ребята, на медни у нас стартовал чемпионат мира по футболу в Катаре. И я вот что подумал, вот я обычно всегда стараюсь себя поставить на место. Вот я себя поставил допустим на место капитана команды, которая выиграет данный чемпионат мира в Катаре. И я вот так подумал, стал бы ли я себя считать чемпионом мира. Но вы же все знаете, наверное, что сборная России по политическим мотивам была отстранена от участия в отборочных играх чемпионату мира в Катаре. То есть возможности принять участие в чемпионате мира была лишена. При этом Российская Федерация занимает, чтобы вы знали, 11,4% суши земного шара на текущий момент занимала до присоединения районов Украины. А сейчас, видимо, занимает еще больше. А судя по тому, как идет специальная военная операция, что никто там отступать не намерен, будет занимать еще больше. То есть вот на месте капитана выигравшей команды стал ли бы я считать себя чемпионом мира, если бы знал, что люди, которые занимают, грубо говоря, ну, скажем, даже если на сегодняшний момент 11,5% территории земного шара не были допущены к участию в чемпионате мира по футболу. И лично я при таких раскладах себя бы не смог считать чемпионом мира. Я вот даже сам по себе вот сейчас думаю, смотрю, чемпионат мира открылся, а вот про себя думаю, почему у меня интереса-то нету. Ведь как бы я не особо там болельщик сборной России. Вот. И как бы никаких расчетов у меня на то, что сборная России может выиграть чемпионат мира или там занять высокое место и так не было, даже если бы ее допустили. Но я, прежде всего, ребята, юрист. И вот у меня на уровне подсознания как бы вот это сразу же щелкнуло, что это же не чемпионат мира уже идет. Это просто идет какое-то международное соревнование по футболу. И фактически, фактически, победившая команда, фактически, она не будет чемпионом мира по футболу. Ну не будет и все. Просто потому, что не весь мир принимал участие в этих соревнованиях. Такие-то, ребята, дела. Привет всем. Это был Игорь Северов. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить.